Всем привет! Данное видео будет про то, что такое социальная пенсия и кто на нее имеет право, ну а также как ее оформить. Далеко не у каждого к достижению пенсионного возраста есть хотя бы 15 лет при пенсионного стаже. И для таких людей остается вариант оформления социальной пенсии. И это для данных лиц будет хоть какой-то источник существования. Видео создано по многочисленным просьбам подписчиков, которые оказались в данной ситуации. В этом видео вы узнаете, что такое социальная пенсия в Украине и ее виды. Социальная пенсия по старости без трудового стажа. Кто на нее имеет право? Социальная пенсия и ее размер. Социальная пенсия по старости. Куда обращаться за ее назначением? На какой срок назначается социальная пенсия в Украине? Какие документы нужны для оформления социальной пенсии? Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. Социальная пенсия в Украине и ее виды. При предыдущем своем видео на тему «Досрочный выход на пенсию в Украине 2022» по ссылке, которую вы найдете в описании, я рассказывала, что в 2022 году в 60 лет могут выйти на пенсию те, у которых страховой стаж составляет не менее 29 лет, в 63 – у которых страховой стаж от 19 до 29 лет, и в 65 – у кого страховой стаж от 15 до 19 лет. Также я рассказывала, что этот необходимый страховой стаж каждый год будет увеличиваться дополнительно на 1 год до 2028 года. И к 2028 году страховой стаж, который будет необходим для выхода на пенсию в 60 лет, будет составлять не менее 35 лет. При этом, что же делать тем, кто всю жизнь работал неофициально или вообще не работал, и у него нет необходимого пенсионного стажа? Дело в том, что люди называют социальной пенсией – это на самом деле два вида государственной помощи, и она бывает разная. Те, у кого есть хотя бы 15 лет страхового стажа, и кто достиг пенсионного возраста, но им не хватает стажа для выхода на пенсию сейчас, ну, к примеру, у вас нет стажа для выхода на пенсию в 60 лет, но при этом 15 лет стажа есть, и есть стаж для выхода на пенсию в 65 лет. Вот эти лица имеют право оформить временную государственную социальную помощь до того момента, когда у них появится право на пенсию. Это первый вид социальной пенсии – временная государственная социальная помощь. Второй вид – это те, у кого на момент достижения пенсионного возраста нет даже 15 лет страхового стажа. Они имеют право оформить государственную социальную помощь на постоянной основе. Это второй вид социальной пенсии. Данное видео будет про оформление социальной пенсии для тех, у кого нет 15 лет стажа и кто может оформить социальную пенсию на постоянной основе. Ну, а для тех, у кого 15 лет стажа уже есть, и кто может временно до достижения пенсионного возраста оформить социальную пенсию, будет отдельное видео на канале. Мы разберем, кто на это имеет право, и оно будет немного позже, обещаю. Дорогие слушатели! Всем понятно, чем отличаются те, у кого есть 15 лет страхового стажа, но его все равно не хватает для выхода на пенсию в том возрасте, в котором вы хотите, от тех, у кого даже 15 лет стажа нет. Если непонятно, пишите в комментариях, все разъясню. Социальная пенсия без трудового стажа. Кто на нее имеет право? Ну, если коротко, это те, кто достиг возраста 65 лет, имеет стаж менее 15 лет. Или инвалиды, или дети умершего кормильца. А теперь разъясню подетальнее. Право на социальную пенсию без трудового стажа по общему правилу вы имеете, если достигли 65 лет, и у вас все равно нет 15 лет трудового стажа. К примеру, вы вообще не работали, или же всю жизнь работали неофициально. В таком случае вы можете оформить социальную пенсию. В некоторых случаях отдельным категориям лиц можно оформить социальную пенсию ранее 65 лет. Это касается женщин 60-го года рождения и старше после достижения ими определенного возраста, указанного в статье 1 Закона Украины о государственной социальной помощи лицам, не имеющим право на пенсию, и лицам с инвалидностью. Цитировать данную статью не буду, дам ссылочку на закон в описании к данному видео. Все смогут найти статью 1 и прочитать, к какому возрасту они должны соответствовать. Право на социальную пенсию, помимо лиц, достигших 65 лет, имеет лица с инвалидностью, которые не имеют права на пенсию по инвалидности, это важно, или государственную помощь в связи с инвалидностью. То есть и пенсию, и социальную пенсию вы получать не сможете. И еще право на социальную пенсию имеет ребенок умершего кормильца, в том числе рожденный до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца, который на день смерти не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии для лица с инвалидностью 3 группы. Право на социальную пенсию имеют как граждане Украины, постоянно проживающие на территории Украины, так и иностранцы и лица без гражданства, переселившиеся из других государств на постоянное проживание в Украине и лица, получившие статус беженца. Ну и теперь поговорим об обязательных условиях, которым соответствуют далеко не все из вышеперечисленных лиц, в результате чего они теряют право на социальную пенсию. Во-первых, вы не должны получать пенсию или социальные выплаты, которые назначаются для возмещения ущерба, причиненного здоровью на производстве. Если вы что-то из вышеперечисленного получаете, у вас нет права на социальную пенсию. Во-вторых, вы должны соответствовать статусу малоимущего лица. Это означает, что ваш среднемесячный совокупный доход за последние 6 календарных месяцев или 2 квартала предшествующим месяцу обращения за назначением пособия не превышает прожиточный минимум, определенный для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на 1 декабря 2022 года данный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 2093 гривны в месяц. При этом инвалиды первой группы или дети умершего кормильца не должны соответствовать статусу малоимущего. На них это требование не распространяется. Также, если вы являетесь инвалидом первой группы или же второй или третьей группы и нуждаетесь в постоянном уходе, или просто являетесь малоимущей, или же вам есть 80 лет и вы нуждаетесь в постоянном уходе, то помимо социальной пенсии вы еще можете оформить государственную социальную помощь по уходу. Более детально категории лиц, которые дополнительно имеют право на помощь по уходу, указаны в ст. 7 Закона Украины о государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью. Подытожим. Каким требованиям вам нужно соответствовать для оформления социальной пенсии? Вы не получаете пенсию или другие социальные выплаты. У вас есть статус малоимущего или вы ему соответствуете. Это означает, что ваш среднемесячный доход за последние 6 месяцев не более 2093 гривен в месяц. Но это по состоянию на декабрь 2022. Или у вас есть инвалидность первой группы, или второй и третий групп, которые нуждаются в постоянном уходе. Или же вам есть уже 80 лет и тоже есть статус, что вы нуждаетесь в постоянном уходе. Дорогие слушатели, а кто-то из вас есть такой, у кого нет 15 лет пенсионного стажа и кому уже есть 65 лет? Вы социальную пенсию оформили? Социальная пенсия и ее размер. Размер социальной пенсии для лиц, которые не имеют права на пенсию и для инвалидов, вычисляется, исходя из прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который, как я уже говорила, по состоянию на 1 декабря 2022 года составляет 2093 гривен. Итак, если у вас социальная пенсия просто по возрасту, безо всяких инвалидностей, то для достигшей с 65 лет она составляет 30% от 2093 гривен, то есть от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для определенных категорий священнослужителей она составляет 50%. Для инвалидов третьей группы 60%, для второй группы 80%. Для инвалидов первой группы 100%, то есть полный прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Если у вас есть звание матери-героини – 100%, на одного ребенка умершего кормильца – также 100%, на двух – 120%, на трех и более – 150% от данного прожиточного минимума. Да, согласна, не густо, но с другой стороны мы говорим о социальной пенсии, которая, как предполагается, самая низкая из всех видов пенсий, которые существуют. Социальная пенсия по старости – куда обращаться за ее назначением? Обращаться за назначением вам в социальной пенсии нужно в органы управления труда и социальной защиты населения по месту вашего проживания или по месту вашей регистрации как внутренне перемещенного лица. Обратите внимание, не в пенсионный фонд, а в УСЗН. На какой срок назначается социальная пенсия в Украине? Государственная социальная помощь для тех, кто не имеет права на пенсию, назначается с даты вашего обращения за ее назначением или с даты возникновения у вас право на нее, если вы обратились за ее назначением в течение трех месяцев с даты достижения вами соответствующего возраста, установления вам инвалидности или в течение 12 месяцев с даты смерти кормильца. Если вы оформили социальную пенсию по возрасту как лицо, достигшее 65 лет, у которого нет 15 лет страхового стажа, то она назначается пожизненно, если как инвалид на все время инвалидности, если по причине потери кормильца до 18 лет, а при условии продолжения учебы на дневной форме обучения – до 23 лет. При этом дети-сироты имеют право на данную пенсию до 23 лет, независимо от факта учебы. Дорогие слушатели, а среди вас есть те, кто оформили социальную пенсию? На какой срок ее оформили вам? Документы нужны для оформления социальной пенсии. Для оформления социальной пенсии вам нужно предоставить в Органы управления труда и социальной защиты населения такие документы. Заявление. Копию свидетельства о рождении или паспорта гражданина Украины с предъявлением оригинала. Трудовую книжку и идентификационный код. Декларацию об имущественном состоянии и доходах. Заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи за последние 6 календарных месяцев или 2 квартала предшествующей месяцу обращения за назначением пособия в случае необходимости. Копию решения суда о признании лица недееспособным, если это делается для недееспособного лица. Копию решения о назначении опекуна, если это тоже делается для недееспособного лица, которым назначен опекун. Копию документа, подтвердающего полномочия представителя, выполняющего функции опекуна над лицом, которым назначается социальная пенсия, но тоже в определенных случаях. Копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица, удостоверение беженца или удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите постоянного или временного вида нажительства, в зависимости от того, какие у вас документы. Копию справки о регистрации места проживания. Бездомные лица вместо справки о составе семьи предоставляют справку о месте проживания или месте пребывания, которое выдается Центром учета бездомных лиц, где они состоят на учете, или учреждением социальной защиты для бездомных лиц, где им предоставляется временное убежище. Также вам могут понадобиться ваши документы об инвалидности или о смерти кормильца. Все зависит от основания, по которому вы претендуете на социальную пенсию. В завершение хочу сказать, что прежде чем оформлять социальную пенсию, которая не такая уж большая, как вы видите, посчитайте, сколько стажа вам не хватает. Стаж в пределах до 5 лет можно докупить. И после этого получать обычную пенсию по возрасту. Ну, явно она, наверное, будет немного больше. И, возможно, для некоторых из вас этот вариант окажется выгоднее, чем оформлять социальную пенсию. Дорогие слушатели, а как вы считаете, что выгоднее – докупить недостающий пенсионный стаж или же оформить социальную пенсию? В этом видео я рассказала про то, что такое социальная пенсия и кто на нее имеет право. Также на данном канале есть видео на тему оформления пенсии онлайн, о том, как получать пенсию тем, кто оказался на неподконтрольной Украине территории, как докупить пенсионный стаж и выйти на пенсию досрочно. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и жмите колокольчик. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям. По возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите. Все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко.